Про водокладчика Сергей нам расскажет про инструменты тестирования АПИД. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Хочу вам рассказать о инструментах для тестирования АПИД, которые пользуется моя команда. Таня нам, ребят, поведала о некой теоретической части, что такое АПИД, как составляется, где он может использоваться. Я хочу рассказать больше о практической части, каким образом можно обращаться в АПИД, какие инструменты можно использовать для того, чтобы с ним работать. По-моему, микрофон не работает. Раз, ну, надо поближе держать. Я хочу сразу сказать, что то, что какие-то инструменты здесь не указаны, это не значит, что они плохие или что мы про них не знаем. То, что я не расскажу о Яндекс.Танке, это не значит, что его не надо смотреть. Это классный инструмент или там ASAP UI, или Finder, или еще каких-то. Но формат доклада не позволяет про много рассказать, поэтому набор инструментов, которые будет, вот это то, чем пользуюсь. Меня зовут Сергей. Я работаю в конкурсе чуть меньше двух лет. И сейчас я работаю, ну, вообще, работаю с АПИ больше пяти лет. И сейчас работаю в институтурной команде, в которой также в основном работа с АПИ. То есть команда предоставляет свои услуги для других команд посредством АПИ. Вот, и я тестирую эту систему. Это высокая нагрузка, это микросервисы, это много-много всяких разных хайповых слов. Ну, то есть тестирование АПИ – это очень разный процесс. Давайте вообще поговорим о том, что мы делаем, когда тестируем АПИ. У нас есть две таких группы тестирования – функциональное тестирование и нефункциональное тестирование. Ну, понятно, функциональное тестирование мы отправили в запрос, поанализировали ответ, проверили, что все хорошо работает, то, что мы ожидали, получили. И иногда мы составляем цепочки сценариев, потому что запросы редко вакууме у нас есть. Допустим, мы получили авторизационный токен, дальше его переиспользуем. И иногда нам нужно анализировать трафик. Такое бывает. И нефункциональное тестирование. Ну, допустим, тестирование производительность. На самом деле, там много еще других вещей, но мы сегодня поговорим об этом. То есть мы отправляем большое количество запросов, мы смотрим, как реагирует на эта система, какое время на каждый запрос уходит, какие метрики нам, ну, загрузка ресурсов и так далее. Ну, я просто выделил две группы, потому что мы будем говорить в разрезе этих терминов. этих понятий про тестирование. Ну, самый первый инструмент, Таня уже показывал, это браузер. Понятно, мы вводим в строку запроса урок и получаем ответ. Вот этот конкретный сервис, он позволяет по номеру книги, вот этот ISBN-номер, почитать о ней информацию. Ну, понятно, там заголовки, мы все это посмотрели. Но у браузера есть одна классная штука. Мы можем запросы из нетворка у запроса экспортировать форматы из CRL и R формата. Мы это дальше посмотрим, как можно это использовать. То есть мы просто выбираем запрос и вызываем копирование такого или такого формата. Мы, кстати, видим, что есть PowerShell, Fetch и еще другие форматы. Следующий этап. Мы такие браузеры попользовались, поняли, что мы не можем заголовки предоставлять, тело запроса, но пробуем браузер, пробуем плагины. На плагинах много останавливаться не буду, гуглиться быстро, пользоваться просто, однообразно, похоже. Космон вырос из плагины. И вот тут подходим к такой тройке инструментов по моему мнению, которые я реально использую, которыми в основном решают свои задачи. То есть это только мое мнение. Я сразу дисплейер. У кого-то он абсолютно другой. Скорее всего, у каждого специалиста он другой. Космон. Про Космон говорили, так понятно, что очень много людей его используют здесь. То есть мы видим, что у нас там есть некая иерархия, структура забросов есть, вкладочки, средства для выбора среды, ну и запрос ответа. Про среды. Очень интересно, что кто работает со средой, не знает, как это все делать. Мало рук. По-моему, про Космон больше как раз поговорили. Смотрите, это вообще бомбическая штука на самом деле. Она позволяет вам улучшить свою работу с Косманом в тех случаях, когда вы меняете какие-то данные в запросах. То есть мы заводим две среды, допустим, тестовый прот, и вводим в них разные данные, допустим, разные стенды. И потом, чтобы выполнить запрос на разных стендах, мы просто меняем эти среды. Это очень удобно, когда, ну, это уменьшает объем ручной работы. Это одна из фишечек Космона. Их на самом деле очень много, и хочется, можно было бы о ней долго говорить, но, к сожалению, формат нам не развеет. Мы видим, что в какой-то момент мы выбрали среду Косман ДЭФ, и у нас подставился, подставилась пигментный запрос. Отлично. Добрый. И вот еще Бирр, у нас есть авторизационный токен, тоже обратите на него внимание. Это как раз то, о чем сегодня говорила девушка. Мы его научимся доставать из запроса. Вот, у нас есть возможность на вкладке прилипес скрипт или тест написать некий код, который что-то для нас поделает. То есть он может подготовить у нас данные или поизвлечь из запроса какие-то данные. Мы извлекли из него токен и записали в Бенбарин, мы видели. И для этого есть примеры. То есть, если вы что-то руками делаете, если вы в Космоне берете какие-то значения из запроса, поставляете следующий запрос, наверное, можно что-то поделать, чтобы этого избежать. Это не точно. Примеры классные. Можно стартануть вообще не зная языка и вообще очень здорово, что он разрешает не ставить точку с запятой, потому что некоторые другие как-то JavaScript требуют. Ладно. И еще классная штука в Осмоне он позволяет импортировать файл в формате с URL, который мы могли взять из браузера и в формате свагер. Кто знает, что такое свагер? Вообще, это отличная штука, когда вы заставите эту команду API, которую вы тестируете, предоставить вам документацию в формате свагер. Не документацию, а свагер файл. Потому что вы можете просто его перетащить в Космон, у вас будет вся коллекция. то есть вот зря я сделал, но вот эти коллекции, допустим, от них сервер слева, вот это просто из файла перемещенное, они не созданы в Кошмон. Хорошо, то есть Космон классный инструмент, потому что он очень простой, в него легко зайти, он понятный, удобный интерфейс, он действительно очень дружелюбный и он позволяет закрыть, открыть его снова, и там все работает, легко экспортировать, импортировать коллекции, делиться с коллегами, то есть можно любому участнику процесса, не нужно требовать, чтобы он был хорошим разработчиком, дать коллекцию, он просто воспользуется, все будет прекрасно. И какие-то возможности по автоматизации стартовые есть. Отлично. Применение очень хорошо в команде работать, во многих командах это стандарт, особенно в командах, которые с Аппи немного работают, работают несколько лет окружения, и проверка небольших сценариев, то есть небольшие цепочки сценариев. Дальше. G-Metor. Вот G-Metor это дрель, кто знает? Нужно не рассказывать, да? Это швейцарский нож на самом деле, если бы мне сказали, подставив что-то в горло, сказали, избавься всех инструментов, оставь один. G-Metor мой выбор, вообще самый универсальный инструмент, по моему мнению. Почему? Потому что, ну, мы посмотрим. Да, интерфейс у него не всегда не очень понятный, слева дерева каких-то сущностей, ну, это на самом деле действие, которое совершается во время теста справа, это его настройка каждого шага. И мы видим, что можно сделать взрослый тест, который выполнится до всех тестов кирдам, который выполнится после. Ну, допустим, у нас в сетапе как раз увеличение токена, кирдане мы почистили таблицу, чтобы не врачный оставлять. отсюда. И здесь мы публикуем запись, мы это делаем 100-100 пользователей по 50 раз. То есть мы какую задачу решили? Мы в постмоге взяли, проверили, что у нас вообще-то сервис работает. Он как-то возвращает на пользователей, они появляются в базе, отлично. А что будет, если этих пользователей сделать много? Не пользователей, извиняюсь, записи. Мы повторяем вот эти шипы, это шаг постинга записи, ну, еще там, чтение записи. И у него есть там хидеры, мы их поставили. Мы запустили тест, сделали табличку, увидели, что в какой-то момент почему-то у нас возникло 0,46 ошибок. То есть мы такие взяли, нагрузили наш сервис, а он немножко опрюнул. Ну, мы можем еще другие графики посмотреть, там, время ответа первого и второго запроса, и можем посмотреть нагрузку на снять метрики с машины. То есть это, в чем прелесть? Вы можете просто скопировать на машину, на которой сервис жарник, спустить его, и к нему и G-метро подключиться. То есть вам ничего, ну, достаточно прочитать справки компонента. То есть это стандартная функция, которая много лет, но при этом она позволит вам на первых этапах выявить какие-то ошибки возникающие при нагрузке. Отлично. очень много компонентов и прелесть G-метро в том, что, ну, мне на самом деле грустит тот факт, что почему-то, когда о нем говорят, обычно говорят о нагрузке по HTTP. На самом деле, он доставляет огромное количество возможностей, допустим, HTTP, запрос к базе данных G-DBC, и, допустим, выполнение каких-то скриптов операционной системы. И там, видите, их много, и вообще-то плагины еще подключаются. То есть вы можете делать сложные тесты, которые, допустим, создают запись, а потом извлекают ее с базы данных или проверяют там хранилище, как-то все ответ в крафтке, не знаю. То, что запись упала в GMSO, мы активно ходим из G-метра, постим записи и читаем из хранилища, что они там появились действительно, и потом проверяем, что они появились на конечном этапе. Поэтому, если у нас где-то развалилось до хранилища, мы это узнаем. Обычным там космоном это не узнать просто, он просто не вытащит эту проблему. Ну, и много плагинов. То есть там видно всякие не знаю, редис дата-сет, то есть с редисом можно работать, там, variables читать из CSV файла, что-то селеним и драйвер-саппорт, есть, видимо, можно тест-населеним и написать. А, и можно вообще код, java-код просто написать. Пожалуйста. То есть не смогли найти компоненты, взяли и написали. Отлично. Множество протоколов, поддерживаемых, сложный сценарий, длинные цепочки сценариев очень хорошо проводить. И у нас такая практика есть, что мы, допустим, добились того, что у нас сценарий работает и отдаем ее для работы на другом стенде. То есть мы поднимаем стенд и смотрим, что у нас все-все-все этапы цепочки заработали. То есть длинный сценарий с длинной цепочкой. Использование java-классов написания кода, запуск из интерфейса кнопочкой и из консоли. Когда джиметер запускаешь, он говорит, запусти мне, пожалуйста, из консоли, потому что из интерфейса я не очень, но действительно там тратится много ресурсов. То есть вы можете написать тест, погонять его на малых личинах, а потом запускать его из консоли. На любой машине без интерфейса. И распределенный запуск тоже прекрасная штука. Можно установить агента на нескольких машинах и одной кнопочке и создать массивные штуки. Применение, да, сложные сценарии, состояние баз данных очередей можно проверять, можно наполнять базу данных какими-нибудь данными. То есть просто gdbc-скрипт запускаешь, проходят и много раз выполняют ставку. Ну и понятно, сильная неправедительность. Наверное, кто-то в зале скажет, мы же вообще можем в код можем написать код какой-то, который нам будет делать. То есть это еще одно из запуска в обращении к капи. Понятно, что мы можем просто писать код. Мне нравится скала, поэтому это код на скале, который просто делает какой-то, ну не какой-то, конкретный запрос на постинг записи и получает конкретный ответ. То есть мы видим, что собственно тут фьюнт-интерфейс красивый, ну это какой-то компонент, выберите какой язык, то есть на ваше усмотрение, что вам нравится. Просто нельзя об этом сказать, потому что обязательно будет запрос, а где мой любимый код? хорошо. Подходим дальше. Мы умеем писать код, но мы хотим, чтобы этот код нагружал нашу систему, делал много запросов, позволял снимать метрики и еще какие-то плюшечки, говорил время ответа, положил нашу систему. Это весь гатлинг. Для того, чтобы с гатлингом стартунуть, они хитрый код сделали, они позволили импортировать сессии из браузера или записывать их через прокси. На самом деле, это возможно сессии в геометрии и в космонаве, но тут она сделана красивее всего. И запускается из консоли. То есть, можно сказать, что это плагин для, это Scala плагин для SBT. И вот так вот выглядит сценарий. То есть, мы говорим, то есть, какой сценарий? Мы сидим, потестили опять же, функционально, что у нас все работает и хотим ввалить много данных в систему. И, допустим, G-метр не справляется, потому что, действительно, гатлинг в том, в истории G-метра из-за своей архитектуры. Мы говорим вот такой сценарий, повторим его тысячу раз и вот сделаем два запроса. То есть, флюид интерфейс, понятный, просто добавляем сущности и потом говорим, ну, ты сделай это тысячу пользователей и еще вот сделай, чтобы у меня был профиль нагрузки такой. То есть, доведи до тысячи в течение 15 секунд и держи 45 секунд. То есть, мы очень просто задаем, как у нас сервис должен нагружаться, регулируя работу пользователя. Прогнали, получили отчет, видим, что тоже какие-то ошибки у нас появились. возможно, у нас оба средства тестировали нормальные, G-метра и G-метра. Но тут немножко другая нагрузка была, поэтому цифры другие. И что-то ошибка, 404. То есть, он запустит запись, но прочитает, и не успел. Ну, и графики получили. Мы видим, что в какой-то момент что-то пошло не так, и почему-то время ответа сильно увеличилось, а количество запросов уменьшилось. То есть, Gatling подает возможность записи сценария, подходит для тех, кто в код любит, кто пишет на Sky или на Java, потому что вы можете Java код писать на сцену. Ну, то есть, добавлять его там, или обращаться к классу. Из консоли запускается, профиль нагрузки классно настраивается, и для запуска нужна только Java. На самом деле, это очень важный момент, что утилита должна, ну, для меня, что утилита должна хорошо запускаться на Linux-овых машинах. То есть, у тебя есть стенд, на котором Linux-хост, и у тебя нет никакого интерфейса, и ты можешь просто только из командной строки что-то запускать, и тебе еще там не очень хорошо бы что-то ставить, дополнительно какие-то компоненты. То есть, мы просто ставим Java, ну, Java разрешают ставить, наверное, с собой скопировать можно. Просто ставим Java, и кидаем проект, и выполняем команду, и там из проекта все зависимости тянутся, и запускаются. То есть, здесь в минимум. Не надо никакого сложного улучшения, а менять сценарий можно просто в файле с помощью BIM-а, ну, или другого редактора. Это очень удобно, просто мало действий делается. То есть, допустим, G-метром это сделать, или еще там чем-то, это довольно сложно. Хотя, это же рынок. А, кстати, космоном тоже можно, там, у него есть консольные приложения, но он немножко для этого не источен. Ну вот, мы поговорили о применениях. Надо записывать сценарий, нужно прогонять его генсионно потом. Хорошо Gatling подходит, когда вам нужно гонять генарные данные. Вот, допустим, у нас это данные, это не GSO, не какой-то текст XML, а это когда какой-то бенератор, не знаю, портаблонф, или собственно кастомный, и он, допустим, генерится Java-классом. И это засунуть в какой-то другой генератор на русском довольно сложно. Вот, Gatling можно генерить на эту инсущность. Я надеюсь, что кто-то понял, не прочее, что я говорю. Да, ну нельзя не сказать, что мы говорили про CRL, просто нельзя не упомянуть его, его любят хардкорные консольщики, он, в принципе, удобный, красивый, их там еще несколько, веб-реквест, в общем, это в PowerShell, ну еще два, там, кастомных, кто-то написал, удобные клиентики, можно с консоли запускать, да, когда у вас интерфейса нет, и вам нравится просто кнопочка. И, да, опять же, можно копировать из консоли. И еще такой небольшой в Топик, который не очень помогает, на самом деле, этот класс продуктов, но он немножко не относится к инструментам, которые позволяют отправлять запросы, но он очень, на самом деле, хорошо помогает при отладке. Это такой класс инструментов, как анализаторы трафика. То есть, конкретно здесь изображен вайшарк, анализ фидер, бьер, вайшарк позволяет классно лазить в тело запросов, ответов, смотреть, что там реально ходит, и мы, еще его классно использовать, когда мы снимаем настоящий трафик, то есть, трафик, который пользователи нам посылают, делаем из него ленту запросов, допустим, двигательный, или нет танка, еще для кого-то, брусчика. То есть, у нас есть настоящие запросы, которые настоящие пользователи шли, мы делаем это, вайшарк. вот фидер, о нем говорили сегодня, но, к сожалению, у него так много возможностей, что на него надо отдельную презентацию делать. Вот, да, проблема в том, что хочется много уместить в маленькую коробку, но получилось как-то так. Ну, такой призыв, вот, мне сегодня спросили, я вот сижу у себя, пользуюсь каким-то инструментом, а зачем мне вот эти, для чего они мне нужны, то есть, меня устраивает мой. Вот, допустим, когда я познакомился с гатлингом, я нашел проблемы в приложении, которые не выявляли другие нагрузчики. Или, когда я познакомился с посманом, я узнал, что очень легко делиться с людьми коллекциями, и они там, ну, с ними удобно совместно работать. То есть, возможно, инструмент решит проблемы, о которых вы даже не подозревали. То есть, вы думаете, что это норма, но можно не искать эту проблему. Ну, и вообще, изучение инструментов, оно полезно, в том смысле, что правильно подобранный инструмент в определенных условиях, он, ну, это, как бы, признак профессионализма. То есть, использовать правильный инструмент, значит, что ты хороший специалист, а не использовать то, что я научился делать, ну, научился там, и как-то вот его. Спасибо. Спасибо. мне звали. А, вот так? Можно? Вопросы? Привет, спасибо за доклад. Может быть, ты знаешь, какой инструмент, что-то типа фидлера, чтобы можно было видеть, какие запросы HTTP идут, но при этом, чтобы можно было эти запросы как-то подменять. фидлер подменяет, чем у вас, вернее, не устраивает. И Burp еще есть. Ну, рекомендую с криптом надо это сделать, да? Рекомендую Burp посмотреть. Я, я, я здесь такой задачи его заиспользовал, просто мне не надо было больше, но Burp тоже позволяет, он, он как-то хитро, да, забирается, просто ты такой, говоришь, что с ним делать, а дальше пропустить, ну, вообще там тоже много возможностей. А контент может быть? Да, ну, кажется, что да, я могу вам, я могу ошибиться, но вот Burp, он тоже мощный инструмент, просто рекомендую посмотреть, может, скорее всего, ну, ладно, может он решит эту проблему. Хорошо, спасибо. Я фидлер основала. Ну да, фидлер тоже. Да, у него авторспонс есть у фидлера. Вполне, включаем. У меня еще вопрос. Да. Да, мне отсюда так будет слышно. Вопрос такой, как правильно все-таки проводить нагрузочное тестирование, локально на машине, где сервис, или все-таки удаленно по сети? У меня второй вопрос. Это очень хороший вопрос, очень хороший, но в общем бывает иногда так, что ваш сервис очень быстрый. Вы его развернули на 24 ядрах из 120 гигах оператива, там 256 оператива, оно работает очень быстро. Вы такие, пробуете нагрузочное тестирование, вы что-то упираете, потом математика вам говорит, что мы-то упирались в сеть просто. И тогда получается проблем, ну то есть мы всегда упираемся в какой-то ресурс, да, при нагрузочном тестировании. то есть у нас у кого-то момента растет, потом что-то идет не так. Ну, либо упирается какой-то ресурс, ну еще что-то, может быть какие-то проблемы, там дополнение очереди, еще что-то. То есть у нас есть случаи, когда мы тестировали на одной машине, просто потому, что мы упираемся в сеть. и вот, ну как бы, и бесполезно тестить на разных машинах. Ну просто на надежность сети я никак не могу влиять. Ну а на сервис хотя бы, он как-то хотя бы понадежнее сети. Ну, на самом деле надежность сети, а, вы прямо хотите надежную сеть, потому что ломать сеть можно. Есть специальные средства, которыми вы говорите, а теряй мне столько-то пакетов. Вот, это тоже есть такая штука. И там, ну, есть еще там, на самом деле это такая тема, там можно много смотреть, исследовать. Мне кажется, что тут надо просто сравнивать, делать разные вызовы, считать, там, знать вашу пропускную способность и из этого делать какие-то выводы. То есть нельзя так сказать, надо делать всегда так, потому что у нас когда-то вот так было, и мы там привыкли. Всегда надо это все делать, ну, проверять разные ситуации. Это же, ну, не запрещено. Наверное, просто может, передобыли, практически. Ну вот у нас сервер очень быстрый есть, он у нас упирается в сеть. Мы его проверяли, на конкретной машине мы получили там 10 раз больше, чем у нас. Но, там очень интересная ситуация получается. Проблема в том, что, если ваш сервер упирается в сеть, в процессор, а ваш нагрузчик тоже в процессор, то есть гатлинг, то они друг с другом сраться будут. За ресурс. А если у вас, допустим, нагрузчик читает из диска, ну, допустим, сапсан для танка, то тогда другая ситуация будет. То есть, вы когда тестируете на одном машине, естественно, они будут как-то друг на друга влиять. Вот, и, кстати, для этого очень хорошо использовать разные нагрузчики, чтобы выявить какую-то правду, потому что одним нагрузчиком, ну, нагрузчики, я имею в виду, там, джимэтор, гатлинг, танк, сапсан, там, не знаю, еще, ну, еще есть, как бы, чтобы верифицировать, что действительно у вас тест правильный. Ну, кажется, что надо просто исследовать эти вопросы. Еще вопросы. Расскажите, пожалуйста, как вы распределяете задачи для каждого инструмента? То есть, у вас есть Postman, есть Airshark, есть там, гатлинг, которыми вы пользуетесь, какие задачи, какого у вас есть? Отличный вопрос. Postman мне пользуется, когда мне просто надо что-то сделать, какие-то быстрые проверки, в API, ну, просто выкатили ресурс, ну, что-то, какую-то простую проверку, смог тест, что вот он правильно работает. И когда мне нужно просто взаимодействовать с каким-то ресурсом, который только API, то есть, мне нужно там права какие-то выдать, у меня есть запросики, коллекция запросов, я вот там нажал, типа, дай вот этому API-кейлу вот такие права. То есть, я не буду для этого писать код, зачем мне это там, или там, Postman, джиметром пользуется, ой, джиметром пользуется, я просто в Postman нажму кнопочку. Когда мне нужно сделать сложный сценарий, я возьму джиметром. Или этот сценарий нужно на данном лимиксе запускать. Когда мне нужно сделать только нагрузку, то он гад. То есть, на самом деле, и еще, ну, как бы еще хорошо проверять разными инструментами. Потому что бывает так, что почему-то в одном инструменте возникает ошибка, это может быть проблемой. То есть, может, он, допустим, свои заголовки поставляет. Вот, для этого Вайшарк нужен, ой, Вайшарк какой-нибудь нужен, чтобы это отследить. Клиенты могут типа лайф проставлять или не проставлять. Но это еще зависит от версии HTTKP фортакола. Но это вот, как бы, очень много нюансов. Надо просто работать с этим, исследовать и конкретно в себя смотреть. Вот, я не сказал, ну, то есть, я выделил какие-то особенности у каждого инструмента. Но, допустим, в принципе, функционально они очень близки. То есть, и в Postman можно тысячу запросов отправить, и геометрии в Гатлинге, и записывать трафик, и запускать из консоли все это можно, но просто те инструменты, которые говорят, что они вот это умеют, они это умеют лучше всего. Вопрос. Ну, по моему мнению, опять же. Вы не сталкивались с проблемой версионности в G-метре. То есть, есть, пол-тестов, которые, например, на второй версии написаны на 2.13 и следующие версии их не открывают. Ну, на самом деле, у нас такой проблемы не было, мы просто, ну, по опыту, мы вообще храним тесты вместе с G-метром. Ну, просто склонировали. Да. Ну, то есть, ситуация, когда тебе зачем-то нужно тесты в разных версиях запускать что-то мутное какая-то. То есть, на одной версии обычно не используется новая, когда-нибудь, что-то, не... Обычно какая пользуется, какая используется. Да, то есть, взяли вот, взяли тест на четвертый, используют, ну, там, третье, на второй. Не знаю, нет такой проблемы, нет, вообще, нет необходимости повышать версию просто так, наверное. То есть, работает, если нет, возможности. Четвертый, красивее, стал там, поварим, но по сути, это не сильно поменялось. Все? У меня вопрос есть. Скажи, пожалуйста, наверное, меня слышно будет. Скажи, пожалуйста, ты пользовался платными фичами космонавтов? Нет. Ну, ладно. Ну, я... что там есть, но, видимо, нет. Посмотрите сами, пожалуйста. Я читал о них, не понял, зачем мне это, ну, просто. Что-то кто-то хочет спросить, не стесняется, нет? Окей, тогда. Окей. Да. Мне понравился вопрос спросить, потому что, да, мы с этим сталкивались. Благодарю вас.